я приветствую на канале дорогих revolution приглашаю прокатиться по улицам города саратова от улицы рабочий чапаева до поселка солнечно улица тархо топольчанской проедем улица чапаева первый магнитный проезд танкистов высокая планерная бирюзова депутатской танкистов еще раз первый проезд танкистов и топольчанская до кольца тархова топольчанская продолжение сюжет от 15 октября 2027 года кто смотрел из солнечного до рабочий это было утром теперь это вечер вот вечерний саратов октябрьский осенний посмотрим как это было и этот день обмена возврата не под биджет то есть исторический кадр уже смотрите и как всегда говорю в ютюбер утюбе в одноклассниках контакты за на яндексе выкладывать данный сюжет смотрите подписывайтесь пишите читаю отвечаю где кому как удобно все как обычно здесь проезжаем крытый рынок с левой стороны и проедем еще пройден скида проведем октябрьский сейчас фрунинский зацепим чуть-чуть здесь красно за кванцетик до заказать это фрунинский потом кировский ленинский рядышком проедем по топольчанской вот смотрите вам показываю кто давно не был в саратове вечерний осенний то есть я вам и летний я уже за три года больше трех лет показываю саратов как он меняется то есть когда каждый день ездишь и смотришь вроде как и должно быть а тогда давно куда-то не приезжаешь и не видишь сразу же бросается в глаза какие-то изменения изменения вам могу одно сказать смотреть слева и справа едем центр города чистые дороги не пачки не сигареты не бутылок только стало больше машин дороге прямые ровный вот цирк проезжаем и кто говорит что не меняется но так вам вы не правы все меняется и мы меняемся кто-то взрослеет кто-то играет так что и города все меняется поезжаем не был долго строился этот тюрский селёво построился же проезжаем здание главпочтам которого называет почта потому что здесь всегда тоже сюда приходили отправляли какие-то посылки или письма бандероли с правой стороны выход вот дом был красный рядышек смотри от него уже тут рядом ничего не осталось одна стена тоже когда-то был дом убежали много чего можно показывать и рассказывать о том что все меняется жизнь не стоит на месте я помню когда только начинал показывать и вот эти сюжеты особенно чапаева больше трех лет назад первой улице не было камер на ней не было еще потом только начали появляться фиксация стоп-линии здесь перекресток сложноватый чуть-чуть потому что станут особенно передо мной стоял кроссовер я за ним встал он стоял стоял велико на тронулись и он включил поворотник то есть он не обозначил раньше когда я бы встал бы чуть правей другой полосу вот так вот всегда может передумывали как-то но обычно люди забывают с правой стороны тоже смотреть все заросло тогда там начнут строить непонятно здесь я помню в 90-х годах ходил еще двойка автобусы сейчас не заходит не ходит конечно и было где-то здесь вот на улице посадского вот и дорога здесь грязюка было вообще кошмарики были как это было давно и частный сектор был вот здесь вот с правой стороны забор помню ничего не осталось но вот и для этого и снимаю показывать что потом прождет сколько-то лет и будем смотреть как это было великая сила кино телевидение то есть вот фотографии смотришь в музее или где-то черно-белое где там молодые бабушки и дедушки фотографировали сидели о чем-то мечтали они там позировали это тоже исторические кадры их уже нету а фотографии остались а вот теперь мы другая у нас возможность видео это было как раз после 6 до 7 я ехал вечером лазил от 6 до 7 уже витами в таиланде были там уже практически было как девять часов ночи у нас 6 часов вечера у нас еще смеркается чапаева кто помнит какая она была убитая дорога для тротуаров там не был сейчас вроде тротуар где-то с левой стороны что там провели сделали здесь яма на яме был чтобы проехать надо пропускать встречную чтобы яма объехать вот как-то так но как обычный дворов что-то бежит что-то вытекает из частного сектора но я вот не по сейчас еще ни разу не видел вот 10 назад даже больше может я ехал по соколову представляете еду по соколову и люди выходят из частного сектора и выливает там помои свои отходы в ливневку или даже на дорогу так фу вот это было время золотой в кавычке сейчас этого нет все проводят канализацию все проводят воду частные секторы все туалеты в доме и как раньше было другая жизнь вот и здесь дорога была я вам неоднократно это показывал и неоднократно здесь была дорога убитая ногу она сокращала конечно поток чапаев первым магнитный проезд здесь мало кто ездил все по танкистов сейчас он сделали танкистов разгрузилась вот такой наш вечерний саратов до следующие сюжеты будут тоже о саратове пока денечки такие вот хорошие солнечные этот вечерний саратов я пропускаю вот еще следующий там денечки зацепил я 16-18 прокатимся кто записал мне что там ломоносовый ничего показалось я проехал специально проспекта строителей до завода текстикла и поднялся на второй проката то есть ломоносовый улицу вам покажу хотя у меня это есть тоже неоднократно показывал люди хотят люди ищут у меня потому что очень много в ютюбе имею ввиду в ютюбе проще искать и заходите на мою страничку там плейлисты путешествий саратов саратов отдельно там про саратов может салонтий на двумя на плейлист отдельно сделать саратовской области и путешествие отдельно то есть чтобы вот кому нужно искать и смотреть что-то быстрее могут найти на то youtube в ютюбе у меня там всего лишь два плейлиста путешествия и обзоры на других в дзене я не помню что там есть уже но там нет никакой листы я не делаю проехали камеры я вам забыл сказать камера 1 пересечении было не безымянное здесь еще проехали камеры с левой стороны тоже камера 40 километров в час ограничение не забывайте сейчас будем это проезжать сложной перекрестка называет потому что действительно сложной повезло в этот вечер что-то мне повезло везде проезжал здесь надо и пропускать и пешеходов и если стрелочкой горит направо надо и пропускать кто видеть на вашего и плюс еще подъем я вот и называю что он сложный здесь смотрите рекомендации чтоб поворачивать только прямо ехать люди поворачивают и налево и вот из-за этого иногда заторы и выезжает оттуда тоже но кому-то надо потому что ехать прямо по танкистов пересекаем на вашем джуковского там там одностороннее движение кому-то надо и такой крюк делать вокруг сейчас высокой планеры жуковского тоже как бы людям не хотелось бы сквер здесь я так ни разу еще не успели не прокатился и не прошелся тоже был другой запущенной сейчас его сделали летом и фонтана работает деревья обрезаны был плачевым был состоянием сейчас погулять отдохнуть комфортно и плюс еще рядом есть мотровая площадка . по саратову покататься куда-то сходить и посмотреть да есть места локации прямо это у нас улица аэропорт к старому аэропорту и вот улица планины до успел я какого-то году это был в девятнадцатом последний раз мы прилетели из москвы саратов и все его закрыли то есть я успел на этом в это аэропорт прилететь и побывать но и снова уже улетал понятно но здесь вот и долгие собирался центре горд конечно очень долго было мой помню прилетели такси вызов здесь 15 может дома безопасность есть безопасность черте горда и самолета чтобы летали так сажает садились и взлетали когда-то вот этот забор тоже уберут я будем проезжать где-то депутатской там уже нет заборов и будет по-другому все смотреться вечерний воскресный саратов машин мало ну как относительно малые смысле припаркованных 10 днем всегда и в гаражах что-то делаете слева тут предприятие и люди катаются вот я ехал так и хотелось посигнались прибавьте скорость едут люди по телефону общается разговаривать сколько раз замечал вот машинка вроде не дешевые есть там специальные опции такая поставьте телефон на подставочку на разговариваете нет надо держать руках как блюдца и туда разговаривать или еще переписываются вот такие стали люди общительные не то что мы в советское время бежали по две копейки так таксофон позвонить поговорить с кем-то сейчас в любой месте и вот едут и разговаривают но остановитесь погладите главное как он так можно долго о чем-то говорить телефон то придумали для передачи данных для каких-то информации чтобы рассказать что-то и все но никак для пустой болтовни вот а у нас думать что вот это дает вот он едет его все-таки обогнал товарищ не выдержу были одно или вы болтаете стойте или вы и катайтесь а люди совмещают катаются и болтают кайфушки до 2 в одном вот стоит впереди но я чуть-чуть больному своему то проехали я забыл сказать проехать где смотрели там не было забора с депутатской упирались вот я больном то что как же так ехать и болтать сейчас будет камера в кредит 40 метров час не забывайте фиксации здесь вот знак и камера будет с левой стороны вот она моргает и я раньше когда ездил кто-то едет еле-еле но по весне понятно дачники пенсионеры выезжали это можно было и по машине раньше определить какая принципе потом медленно ездили девчулины все сейчас ездят ну кто же девчулина пенсионер непонятно обгоняешь молодой парень сидит в телефончике там переписывается ли не разговаривает то есть тормозить стали все я говорю наш профессор в академии дебильнички убираем не будьте ведь доступны не будьте проститутами и тут у него на лекции зазвонил его телефон и мы в аудиторе там начали ржать но извините забыл выключить так что вот эти телефоны действительно мы стали очень доступны днем и ночью личное пространство сузилось у нас когда есть люди звонят и не отвечают еще обижаются еще раз почему не отвечаешь ну человек занят был человек нет возможности от эти нет для чего тебе этот телефон и я раньше таким же был звоню давно ты человек не отвечает а мне надо же срочно вот так вот вот как то так да здесь выезжаем на первый проезд танкистов ускоренный включу чтобы не занимать ваш время потому что на танкистов все как обычно две камеры первые сейчас будет перед билбордом 40 километров в час он сбор светится дальней камер как раз проявим напоминать буду всегда чтобы помнили дальше сейчас после перекрестка с правой стороны тоже будет камера ну вот так за разговором быстренько из центра доехали до поселка солнечной и солнечной 2 смотрите сколько машину вечером днем ты на рабочее время это столько нет вот камера с правой стороны будьте внимательны перед пешеходным переходом здесь поворот для тех кто не знает и кто не помнит на этом повороте вот здесь светофор поворачивается направо и будет парк пруд тем хоз который делают ремонтирует резко начали и как тут потихонечку не пошло не закончили они в этом году его на весь следующем году закончу чтобы там кафетели открыли еще что-то ну вот здесь мы пересекаем обратно трамвай на пути ленинский район с левой стороны мы еще в тиржец и получается сейчас проедем улице семеново перекресток мамонтово и на этом сюжет будет заканчивается благодарим всех за просмотр берегите себя не болейте до встречи в новых сюжетах всем пока пока это